Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу сделать обзор на сшивание кожи, но здесь мы будем рассматривать обычные круглые иглы, которыми мы сшиваем кожзам, текстиль и так далее. И я купила специально сегодня тоже немецкие иглы, иглы для кожи. Размер у нас игл одинаковый, я взяла 130. На верхнюю и нижнюю нить я поставила 20, то есть для отстрочки. Я уже в предыдущем видео объясняла, почему мы не шьем кожаными иглами, потому что у них... Потому что у нас руки и жопы растут. Да, потому что у обычной иглы, вот так вот для сравнения возьмем. Так, вот получается... Справа. Справа у меня обычная игла, да, видно хорошо. А слева получается у меня игла именно вот расплющенная, да, и сделана как вот... Для кожи. Для кожи, лезвием, да. Для кожи, не дешманская, да. Не дешманская, да, как говорят, что возьмите не дешманскую иглу. Ну вот мы взяли не дешманскую иглу, это два одинаковых производителя. Вот, почему, я объясню, логически мы не шьем этими иглами, потому что... Мы уже шили такими иглами. Да, шили уже такими иглами, шили не из дешевых кожи. У нас у меня, кстати, вот ее нету, просто вот эта лоскутка очень толстая и мягкая. Вот, была кожа. Особенно это видно, когда, допустим, идет... Ну, вы когда перетягиваете рули, допустим, это если автомобилистов касается, на протыкане тоже кожа брали вот эту вот иглу, получается, она реально, когда рассекает. Просто там даже... Она ставит надрез. Не на сшивание, да, вот просто там надо дырочки было поставить в коже на определенном промежутке. Соответственно, тоже сначала вот ставили вот эту вот вещь. Брали, да, специально для кожи. Да. Потом, когда начинали руль стягивать, соответственно... Она рвалась дальше. То есть, либо вы вот кругленькое, да, отверстие у вас игла оставляет, либо отверстие наискосок прямое, то есть, как бы, ну, вот, получается, как рассеченная бритвочка. Так, мы берем сначала круглую иголку, вот так вот, да, и сошьем. Сначала просто осточняем две детальки. На мелком стежке, но я здесь взяла крупную нишу, куда-сюда не переставлять, и будет четче видно, какие проколы, какая игла делает. На маленькой сначала осточняем. Так, смотрим, строчечка пряменькая, дырочки небольшие, что видим на развороте. Видим на местах стыка практически мзры не видно, да, затемнение, небольшое только тень. Сейчас мы будем отстрачивать, соответственно, никакие детальки никуда не тянем. В небольшой наплыв отстрачиваем, чтобы не было видно ниток, чтобы у нас не растянуло их. Так. Дальше, так, мне с этой стороны удобнее. Шовчик я увеличу, чтобы потихонечку в накладку такую отстрочить. Вот, в принципе, запомнили, да, как у нас все это дело получилось. Здесь тоже никакая мзра не открывается. Игулочка 130 у меня на процессе. Так, ну сейчас игулочку не получается, сменим, поставим иглу для кожи. Тоже размер будет у нас 130 иглы. Еще у нас проблема была, ну, знаешь, что я еще вспомнила? У меня машина на такой игле пропускала стежок. Так, кстати, мне сказали просто сменить иглу и все. У кого я не спрашивала, просто поставьте нормальную иглу, простую и сшивается. Так мне никто и не объяснил. У меня еще такое было, я вспомнила. Вот, покажи, что это именно игла для кожи. Хорошо. Чтобы не было... Не надо. А я потом, ну, ставь на машинку, я на машинке покажу. Само лезвое. Угу. Ну, конусная, да, такая она? Ну, чуть вкусная она. Это будет два. Сейчас я ее выставлю ровненько. Все, взяли новую, не дешманскую иглу, которая прямо из упаковки. Немецкая, да она? Да, немецкая. Я выберу сюда. Я беру дешман. Как вам сказали, дешманскую? Дешманскую, да. Лапку не меняла? А лапку не надо менять. Он, наверное, опечатался человек, что лапку через каждые 5-6 операций надо менять. Ну, доказывает, понимаешь, человек. Где же вы лапок-то наберете? Ну, значит, надо человеку показать, чтобы убедиться. А игла, то, что их нужно часто менять, когда шьете кожзаму или кожу, это я говорила, что нужно менять. Очень чаще вы меняете, меньше там у нее кончик притупляется, и тогда она шьет, не деформирует. Так, ну, поехали. Опять так же выставляем на 2 мм, чтобы сточать детали. Нитки все те же, только поменяли, получается, угол. Ну, здесь вот уже получается деформация нитки, сама кожа, да, когда ходит. Открывает сам вздрак. Немножко, но есть. То есть потому, что у нее отверстия не просто вот точечные, а они уже рассекали кожу, то есть вот такими стежками. Вот о чем я говорила. Ну, человек пытается переубедить. Так, здесь я выставлю так же на пятерочку и отстрочим. Смотрим, как и здесь будет у нас выглядеть. Так же на пунктик небольшой сделаю, чтобы не открывалось все. Точно так же детальки сшиваем, как на предыдущем образце. Вот я о чем говорила, как рассекает кожу игла эта. Если можно, Саша, увеличь, пожалуйста. Насколько она большое делает отверстие между нитками. Плюс то, что стежок, да, ложится слегка елкой. Если иглу чуть-чуть даже еще повернете, еще большая елка будет. Вот она, о чем я говорила, что остается разрез. Вот наш круглый. Где аккуратнее строчка смотрится? Я не меняла настройку даже машины. Ну, здесь смотри, получается, на круглой тоже есть как бы рассечение. Есть рассечение данных. Ну, не такое существенное, как здесь. Просто здесь, получается, может, как бы сошло по своему времени. А посмотри, как строчка смотрится. Где ровнее смотрится строчка и где здесь, как строчка смотрится. Обрати внимание. Видно? Я прощаю, я вот показываю. Ну, кому как, может кому-то елка, мне говорится. Нет, ради бога. Со рассечением. Да, мы высказываем только свое мнение. Вот цепляться к нему не надо, получается. Мы говорим то, что чем мы шьем, да? Просто ситуация при натяжке, допустим, если просто шитые, не отстроченные детали, то рассечение, как бы, иглы для кожи больше, и, соответственно, все повылазить надо. Да, у нее вот именно кончик расплюснутый. Получается, как бритва. Сейчас я даже вот еще так прострочу на... Вот в один слой. Вот у нее какое, видите, рассечение, если вот на крупном показывать. И нитка, ну, не ровно она идет, она не может вот четко двигаться. Сейчас скажут, что у вас машинка не настроена или еще что-нибудь. Везде плохие, негативные. По заявкам, ладно. Ну, в общем, как-то так. Да. Это потому, что у тебя, знаешь, это потому, что вот у тебя руки растут. Знаешь, откуда. Да, потому что у меня ноги длинные оттуда, и растут сразу руки. Руки, да. Так. Ну, в общем, что я хочу сказать. Это сугубо наше, то есть, как бы мнение, наше пожелание. Ну, не то, что пожелание, да, а... Ну, видение, в общем. Наше видение, да. То есть, мы отказались полностью от кожаных этих игл, от этих приспособлений, потому что на какой-то коже она себя очень плохо повела. Ну, вот черное, допустим, вот это однозначно получается. Там мездра вся наружу. Вот. А что такое мездра? Как тебя спросили, что такое мездра? Вы вообще с кожей работали, вы что-то, о чем вы говорите? Вот, вот, покажи, покажи, что это такое, покажи. Вот, вот, вот это вот серое... Вещество. Вещество, да. Это и есть мездра. Да, вот она наружу вылазит. Нет-нет, если, допустим... То есть, она идет, вот если, допустим, брать какую-то другую, да, кожу, она всегда темнее или бывает наоборот светлее. И когда шов открывается... Это ты чем шивал? Ее видно. Это вот иглой по коже, и сразу ее отличу, потому что елкой прорез. Вылазит она. Вот, видишь, видно, да? Да, вижу, вижу. Вот она рассекает и как бритва. Ну, вот если, допустим, да, нету со строчки, и пойдет надежка на какую-то подушку, будет вот такая вот картина, в общем. Вот. Клевая. Ну, нам нравится сшивать круглыми иголочками. Ну, более аккуратно смотрится. Да, более аккуратно смотрится. Мне так кажется. И в процессе даже потом, как бы, изнашиваемости изделия, то есть, мы видели, как, где отшито было, когда мы тоже сшили иглой по коже, где была отшита той иглой, и где была отшита круглой иглой. По версии, там различия тоже, то есть, как бы, были. Вот. Ну, в принципе, и все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и нажимайте на колокольчик. Всего доброго!